Примировать семью окладами так щедро. Украинский ужгородский мэр оценил работу своей подчиненной руководителя Департамента коммунального хозяйства. За какие такие заслуги? Выясняли наши корреспонденты. От 400 до рекордных 700 процентов оклада такие премии директор Департамента городского хозяйства Ужгорода получает практически ежемесячно. Вернее, даже не директор, а исполняющая обязанности директора. Она же начальник управления по благоустройству Оксана Пайда. Один из депутатов городского совета поинтересовался, за какие такие заслуги? И получив ответ, поразился. Найбільше убирало то, что 700 процентов она получила в зимовый месяц, когда место было парализовано через снег, который коммунальники просто даже не пытались прибрать. По данным Виктора Щедая, такие высокие премии, более 10 тысяч гривен, почему-то выписывают только Оксане Пайде. Другие чиновники получают премии намного скромнее, 50-100 процентов оклада. Десятки миллионов гривен идут сами через этот департамент на разноманитные ремонты. В обход тендеров заключались договоры, потом акты же подписываются. Мы понимаем, это она делает не просто так. И мэр зацикавленный, как-то говорят, рука руку мы в народе. Оксану Пайду мы на рабочем месте не застали. После того, как информация о ее астрономических премиях попала в СМИ, чиновница, видимо, предчувствуя скандал, ушла на больничный. Мэр Ужгорода заявил на брифинге, дескать, поощрял свою подопечную исключительно в рамках закона. Как говорится, ничего личного, просто работа. Мы решили узнать мнение жителей Ужгорода, заслуженно ли премировали чиновницу, которая отвечает за чистоту и порядок на городских улицах. А тем временем в областной прокуратуре открыли сразу четыре уголовных производства. Расследует, на каком основании чиновники департамента городского хозяйства заключали договоры на ремонт дорог с коммерческими структурами, без конкурсов и тендеров. Фигурирует ли в материалах дела фамилия руководителя департамента? Пока тайны следствия. Марина Коваль, Юрий Ковалев. Подробности телеканал Интер. Ужгород.